видением он естественно пугается он задает вопрос чем их покрасить и то же самое с лимонной вешенкой поэтому широкого распространения там и покупку покупания их не будет но люди такие вот в основном я из опыта знаю что просто интересно им становится не берут небольшой клип все рогате хочется все попробовать вот но соответственно по цене они не идут естественно промышленно не идут вровень с обыкновенными вешенками которые по массе будут давать намного больше вот значит их направление вообще как приправа в основном сушить и значит в супе довольно таки тоже они в сушеном виде они сохраняют тоже розовый цвет они тоже красненькие выглядят и вот но и вообще очень красивая такая вот впечатляющая ну как ниша что с ними делать если сушить как-то там фасовать их в красивые пакетики как приправу что-то плане такого широко на реализацию до широко на реализацию они вряд ли пойдут или где-то там какие-то там супер супер может ресторан значит что дальше идет это лимонная розовая дальше идет 80 говорили значит дальше идет королевская вешенка королевская вешенка это второй гриб после белых не зря его называют белый стекной гриб значит по своим вкусовым качествам он мало что уступает вообще белым грибам по консистенции он приблизительно как лисички у него гомогенная структура вот если вешенки такая структура волокнистая больше напоминает вот этот сыр волокнистый такой копченый то у королевской вешенки они могут вырастать очень массивная но структура вся одинаковая то есть будем жарить что нога что шапка она вся одинаково вот она будет вот такой толщины но очень такая нежная что-то напоминает как мясо это моллюсков что такое но на вкус невероятно грибной вкус у них Естественно, выход вешенки, если мы по обыкновенной технологии, не заморачиваясь китайскими баночками, сделаем обыкновенные блоки по нестерильной технологии, прекрасно он зарастает, прекрасно растет, прекрасно дает урожай. Но урожай будет намного позже, то есть если вешенку дождемся на 21-25 день, то Королевская пойдет где-то на день 35. Уже по времени не идет в ровную. Если по выходу, допустим, мы будем рассчитывать, что обыкновенные вешенки ориентировочно мы соберем, ну где-то, если все хорошо пойдет, 17-23%, то этой 17-23% не будет никогда. То есть если мы собрали там из обыкновенного блока, где по вешенке мы соберем 1,6-1,7 кг, то Королевская, ну если соберем 700-800, это очень прекрасно. То есть будет 5-6 таких красивейших больших грибов, но суммарно они дадут только половину по весу. То есть соответственно при тех же самых, опять же таких финансовых, физических затратах места и всего остального, урожайность будет наполовину меньше. Поэтому стоимость будет соответственно в 2 раза больше. То есть соответственно это гриб для рынков, где люди в состоянии платить за ту же самую вешенку не 30-35 гривен, а там где могут заплатить 60-70 гривен. Иначе смысла ее выращивать опять снова же таки нет. Вот на объем она ее получается меньше. Во всех отношениях гриб просто, ну это деликатесная штука, тут нечего больше об этом рассказывать. Дальше идут штаммы М5, с которыми я тоже давно работаю. Этот штамм и вот как-то 80 и М5 это 2 штамма для начинающих грибоводов. Штаммы, которые вообще не нужно знать ничего там о никаких состояниях СО2, никаких состояниях влажности, никаких состояниях температуры, они будут расти при любых условиях. Если нет условий, они будут расти на улице. Никаких там стимуляций, просто сами по себе дают волну, дают вторую волну, дают третью волну, вынесли на улицу, на улице дают снова волну, еще больше, чем первое, что было в помещении. Ну и вот такой вот себе штамм. Относительно внешнего вида, значит М5 это штамм, который не дает ножек. Они растут компактненькие, то есть ножки у него как такой нет, он просто это сросток будет. Сросток, из которого будут торчать только шапочки. Очень такие красивые, если правильно их по воздуху зарастить, они такие как цветы, они как розы, вот я говорю. И получается, что П-80, они вот шапкой большими постреляли, и вот такие, несколько будет массивных таких гром. То эти растут компактненько. И вот если сделать 8 дырок на 8 килограмм блок, то их вырастет, вот например, там, пошли при морде, их вырастет там 5-6. Все будут красивенькие, ровненькие, одинаковые, вот такие кругленькие, и шапочка в шапочку, но без ног. Значит, лично, ну по внешнему виду, сильно будут отличаться от всех остальных, вот тем, что вот такая компактность. По урожайности я бы не сказал, что от того, что они вот такие компактные, что они по урожайности будут давать меньше, например, чем П-80. Если П-80 даст 3 массивных грозди, которые суммарно дадут, там, например, тех же 2 килограмма, 1,7 килограмма, то эти дадут 6 маленьких. Но суммарно они все равно дадут те же самые 1,7 килограмма, там, 2 килограмма. То есть я бы не сказал, что М-5 меньше урожайный. Вот, но, значит, из преимуществ я считаю, что это самый, мне кажется, самый выраженный вкус, вот, у М-5. И недостаток его в том, что он хрупкий. Даже если его хорошо потрясти в ящиках при транспортировке, он начинает рваться. И шапочки вот разрываются, и он вообще даже ломается. То есть чуть неаккуратно взял, и они начинают трескаться. И получается, по внешнему виду там его дотрясли, где-то там километров 100 до базара, до рынка там или куда-то. И получается, это уже приехала некондиция. Поэтому, опять же таки, ориентируясь на какие-то большие объемы, на реализацию и все остальное, этот штамм не совсем подходит. Значит, его направление, куда его применять? Для начинающих грибоводов, для того, чтобы отыграться, получить удовольствие от того, что растут грибы и все остальное, накушаться в кусты грибов и так дальше, вот это незаменимый штамм. Растет при условиях любых. При температурах от плюс 5 до плюс 28. Этот штамм, когда вот летом, когда жара, все остальные штаммы, вот вешенки, они в шоке вообще от этого всего. М5 чувствует себя абсолютно прекрасно. То есть независимо ни от температуры, ни от каких-то влажностей, ни от чего, то есть универсальный. Только его недостаток в том, что он настолько хрупкий, что для рыночной вот такой вот направления он подходит, ну вообще не подходит, скажем так. Но если бы, если взять другое, скажем, сторону, если ориентироваться, например, на переработку, или мы, например, хотим вырастить грибы для, например, пищевой какой-то промышленности, для переработки его там, что там, полуфабрикаты, какие-то замораживания, например, то, что идет на вкус, да, какие-то вареники там с, например, с грибами, то, конечно, ни в какое сравнение он не идет с остальными другими вешенками. Потому что он самый будет нежный, самый ароматный, самый классный гриб. М-5, да? М-5. Вот его направление именно пищевая промышленность. Если ориентироваться на четкий сбыт где-то там в ресторан или так дальше, просто-напросто пусть там готовят, то М-5 это незаменимый гриб. В том, что проще всего выращивается, не нужно ничего заворачиваться с климатикой, хорошая у него урожайность, хорошо дает волны, классный по вкусу и самая нежная вешенка. Тут ему нету равных вообще. И дальше после этого всего идет штамп, вот этот бельгийский М-21-81. Значит, штамп, основное его направление, основное его такое преимущество, как вешенки, это выращивание при низких температурах. То есть, диапазон выращивания температуры 12-14 градусов. То есть, в условиях пониженных температур, в условиях отсутствия обогрева, подвальных помещений и, скажем, экономии на электроэнергии, опять же-таки, незаменимый штамп. По всех своих характеристиках он абсолютно вписывается в рамки промышленного штампа. Более так детально я о нем говорить мне трудно, потому что раньше я его, в принципе, не выращивал. Только вот буду сейчас запускать и посмотрю. Ну, по внешнему виду приблизительно он мне что-то напомнит какое-то... Ну, первое впечатление я только увидел, как НК-35. Он какой-то такой выглядит, но такими... Ну, шапочки вот такие как-то завернутые вниз. Что-то вроде того. Главное ударение этого штамма низкая температура. То есть, если это начинается зима, или нету обогрева, или надо экономить на обогреве, то здесь незаменимым становится штамп М2181. По своим свойствам очень имеет вот именно вот этот штамп очень высокую активность. даже в сравнении, это все, вот обратим внимание, вот эти все посевы, это все одной партии. Это все посевы одной партии. И вот смотри, вот П-80, и он стоит на верхней полке. То есть температура здесь, естественно, выше. А здесь температура намного ниже. То есть температура в разнице может быть там градусов 3. Так вот, 2181, смотри, вообще белый. Белый, хороший. Это уже как сыр. Да, сейчас уже грибы из него полезут. А этот еще дорастает. А приблизительно вот этому всему где-то дней 8-9 сейчас вот. Получается, что по своей активности мы видим, что... ... ...